Продолжение следует... На любой стадии сезона, на поворотной точке, наверное, стал либо матч с Интером в начале года, либо матч с Лацио. Но матч с Интером, он как бы уже показал нам тогда вот те слабости, которые есть у Наполи. Симона Инзаги их очень здорово вскрыл. Но, скорее всего, это вот так более активно разлетелось уже абсолютно везде, в том числе по итальянским медиа, с подробными разборами. И это разлетелось после матча против Мауриуса Сари, бывшего тренера Наполи, когда он совсем нетипичным образом, все-таки от Интера Инзаги это было в большей степени можно ожидать, совсем нетипичным для себя образом радикально припарковался. И показал, как именно можно перекрывать для Наполи центр. То есть показал, в первую очередь, то, что два центральных защитника Наполи, они, нельзя сказать, что не подходят для такого футбола. Без мяча они идеально подходят, под давлением они тоже подходят. Но когда им дают свободу, вот нате вам свободу, придумывайте переводы, продвижение с мячом. Что хотите, придумывайте. Мы перекрываем всех остальных, но вам даем свободу. И не начинаем первую волну прессинга, пока мяч у вас. Вот это, по сути, делал в первую очередь Сари, потом частично это копировал и Милан тоже. И в таком сценарии Наполи себя чувствует некомфортно. В таком сценарии Наполи продвигает мяч, во-первых, лишается пространства, которое они так хорошо использовали раньше, а во-вторых, продвигает мяч заметно медленней. И у них возникают, конечно, проблемы. Проблемы в таком сценарии. И нельзя сказать, вернее, неправильно говорить, что вот таким образом можно полностью выключить Наполи. Наполи можно выключить только до определенной степени. И у них есть, в принципе, понимание, как можно играть в таком рисунке. И, наверное, главный прием в таком рисунке – это нагружать активно Хвичу. Нагружать активно эту зону, где есть Хвича, куда ему помогает своими смещениями и откликающими движениями Зелинский, где есть еще левый защитник Кальвера, либо Марио Руй, который может подключаться по центральной траектории, может подключаться по фланговой траектории. И сам Хвича тоже не всегда прикован к флангу, может быть более свободным. Но в целом нагружается эта зона, и из этой зоны планируется доставка мяча Симхену. Это не очень изобретательно. На этой предсказуемости мы подробно разбирали. И Милан очень здорово сыграл во втором матче. Но в то же время некоторые моменты из этого приходят. Просто это не того качества моменты, не настолько удобные этим исполнительным моментам, и не того качества, как когда Наполи играет на пространстве, когда им удобно. Ну и кроме этого, нужно, конечно, отметить на такой сценарий, на сценарий, когда нужно вскрыть рисунок матча, у Наполи есть весьма опасные стандарты. Конечно, вот конкретно в матче с Миланом они, наверное, не принесли той эффективности, которой должны были. Некоторые моменты против них Ди Лоренцо, по-моему, имел. Но на дистанции сезона Наполи, по-моему, больше всех теряя, забивая со стандартов. Когда я последний раз чекал, Наполи точно был лидером с 16 или даже 17 мячами. Но, по идее, это кардинальным образом не изменилось. И в любом случае, когда Наполи себе добывал отрыв, это точно играло очень важную роль. 17 мячей. Вот, действительно. В общем, это тоже способ вскрыть игру, для того, чтобы забить первый гол, а дальше играть уже в тот футбол, который я описывал. Вроде как с Наполи разобрались. Продолжение следует...